Через три дня, 22 июня, два дня он еще воевал. Вот и вся жизнь. Разговор об исторической памяти, соединяющей прошлое и настоящее. Так можно описать постановку «О зоре здесь тихие». Спектакль о подвиге наших солдат во времена Великой Отечественной войны, которые ценой своих жизней остановили врага и сейчас трогают зрителей всех поколений. Мы уцепились за один интересный момент, фактически за последние абзацы повести, когда фактически уже после всех событий повзрослевший Альберт Асянин, сын главной героини, вместе с постаревшим Восковым возвращаются на места событий. И Восков рассказывает уже взрослому сыну, главной героине, о том, как происходили эти события. То есть, по сути, он пытается получить такое прощение за то, в чем он, по сути, не виноват, но это дает возможность немножечко по-другому взглянуть на все события. А еще спектакль ставит перед зрителем вопрос, что же такое подвиг. Драма Рагима Мусаева по повести Бориса Васильева рассказывает о противоестественности войны и о силе духа человека. Главными героями здесь становятся пять девушек-зенитчиц, вступивших в бой с немецкими диверсантами. Мне вообще очень нравится, что у нас получилось расширить истории самих девушек. Потому что, как говорит драматург, кстати говоря, очень важно полюбить героя. И вот в нашем спектакле есть отдельные сцены из прошлой жизни девушек, когда они еще были красивыми, легкими, радостными, мечтали, надеялись. И мне кажется, это самое главное. То есть, в спектакле звучит страшная фраза дикторским голосом, что ничего важного на фронте в данный день не произошло. А произошло! Погибли пять прекрасных девушек, которые могли стать матерями, бабушками, могли подарить нам жизнь. Совсем недавно эти девушки мечтали о любви и семье, не знали друг друга и жили в разных городах. Совсем недавно они даже не подозревали, что окажутся там, где им совсем не место. Потом начались танцы, и нам бы был план танцевать вальс. И мы танцевали, а потом стояли у окна, а потом пошли меня провожать. И тут я сделала такое. Я вывела его самой дальней дорогой. Тульская труппа привезла в Рязань еще две постановки – сказку о рыбаке и рыбке и полианну. Такой гастрольный обмен опытом в нашем музыкальном театре считают очень ценным. Обменные гастроли – это неоценимый опыт для всей труппы, потому что это новые знакомства, дружеские и творческие связи. И, соответственно, артисты могут себя показать. То есть они уже полюбились на своих площадках. Теперь они покажут свое мастерство перед другой аудиторией. И я думаю, это будет очень успешно. И я надеюсь, не последний раз. То есть это только наше такое большое яркое открытие. Пока рязанцы наслаждаются гастрольной программой, наш музыкальный театр выступает перед тульским зрителем с постановками «12 стульев», «Бабия бунт» и «Приключения дюймовочки». Кристина Бочкарева, Александр Бредихин, телекомпания «Город».